Всем доброго вечера, друзья мои! Проснулась я наконец-то поснимать вам что-то вечером. Как день прошел? Ну, после приезда, вы сами понимаете, сейчас свет выключу и расскажу. После приезда от родителей, мы вчера, естественно, отдыхали, так там еще и дрова я таскала. А сегодня встала, йога, уборка, кофе пили, бесили, смеялись. НДР только что пришел с проколки. Был вебинар у меня по бизнесу. Можете посмотреть, если интересно, на моем бизнес-канале, который ссылка будет в описании под видео каждым, если вас заинтересует. Очень хорошие новости. Не буду навязывать вам свои идеи. Многим это не нравится. Не верите, не надо. У каждого свой выбор. И еще я хочу сейчас рассказать вам, что мне тут обвинили в том, что я не ценю работу по найму. Неправда. Я ни одну работу не унижаю. Просто я говорю, можно изменить свою жизнь для таких людей, которые переехали жить за границу. Для тех, кто устал зарабатывать копейки, жить на долги и кредиты. Ну, конечно же, есть у многих работа, которые довольны всем. Я любой труд ценю, даже уборщицы. Да и бизнес это мой, не для каждого. Понимаете? Здесь нужно активно работать, думать. Не каждый с ним справится. Я говорю это серьезно. Но мне нужно было, я научилась. Вот так вот. Сейчас я вам покажу, что я сегодня приготовила. Я сегодня, у меня муза нашла. Я исполнила своими желаниями. Где-то я увидела, как готовят рекламу опять-таки соте грибное с курицей. и полила макаронами. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Очень вкусно. Вот. Вер пришел с прогулки и ушет. Ну, я сейчас покажу. Ашкин, дэгадэн, имек? Ну, говорит, ничего. Там же сливки. Я думала, не поесть. Гюзель, дэймешка. Супер, говорит. Ладно, приятного аппетита нам. Приятного аппетита. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мой сила. Ну, посмотрите, какое красивое блюдо. Курочка, грибочки и соус. Сейчас он уж весь питался. Сливочный. Я сегодня и творожок сделала. Из того молока, которое у меня было, оно у меня начало портиться. А сверху было такой, вот, 2 сантиметра сливок. И вот я его сюда добавила. Скипятила и сделала творог. И прятала эту воду в холодильник, что-то где-то применю в выпечке. Приятного нам аппетита. Будем кушать солености, которые дала мне моя заложка. И вот такую квашеную компосту. салат сегодня не делала. Просто нарезала помидоры. Всем доброго утра, мои дорогие друзья. Сегодня на завтрак я решила приготовить себе мною сделанный творог. Я вчера его приготовила. Сейчас я его достану и покажу, как он мне вышел. У меня же было молоко, да? Вы видели там 2 литра. Вот. Смотрите, какой творожок получился. Творожок. Во-вторых, я сделала сливки. И вот еще у меня стоит здесь, да? Тесто потом куда-нибудь использую, да? Выпечку. Хочу сейчас себе делаю кофе и хочу найти сгущенку. Надо как-то у турчанок так все красиво в холодильнике. Но не у меня. Так вроде бы ставишь, да, банны? А, вот вошла мою сгущеночку. Сгущеночку. Это сухое молоко закончилось. так, покажу вам, что у меня надо. Значит, мой творожок, сухой дуд, который мне, анымчик, не мне, всем засушила, и, наверное, ложку овсянки, мацонь. Вот это пусть стоит, оно и все. Так, здесь у меня кофе. Здесь у меня кофе. Ну, а здесь я давно не пила чай для похудения. Давно не пила, наверное, дней пять. Сейчас я его тоже заварю. Ашкэму, вот, достала кусок теста последней. Я хочу сделать пиццу с сучуком. Уже не знаешь, какие завтраки готовить. Поэтому приходится что-то думать, да? Ну, что, сейчас она у меня отойдет, поставлю и сегодня суббота, можно отдыхать, поспать, но не я. У меня сейчас большая работа в бизнесе, промоушены. Друзья мои, очень выгодные предложения. Присоединяйтесь. Если вы купите одну бумагу, вам другую дают в подарок. Одна бумага стоит 150-200 лир. Евро? Какой лир? Лучше не бывает. Если вы купите одну бумагу, вам дадут другую в подарок. Одна бумага около 35 евро уже. Это малые деньги, это супер, супер выгодное предложение. Да. Видите, я как люблю эту сгущенку. Сейчас, минуточку, я залью этот чай. И все. Белье я сняла с утра. Сейчас машинку надо вот это все разложить. Где мои внуки? Мои Мари и Деми. Деми, как мне помогал всегда машинку рассказывать. Только что сейчас разговаривала с ними. Они сегодня дома с ума сходят. Но им там весело. Маме теперь весело. Она каждый день звонила и мне говорила, что она скучает. Какая у нас шикарная погода. Шикарнее не бывает. Видите, какие у меня цветочки я их привела в порядок. Что могла обрезала. А этот у меня горшок такой красивый, да? На фоне хлорофила. Хлорофил же, кажется, да? Этот цветок называется 5 авокадо. У меня будет 5 авокадо. Раз, два, три, четыре, пять. А пускай растут в одном горшке. И этот посмотрите. Какой у меня красивый. Видите? сам веточку пустил, укоренился, ну и пускай теперь. Такая красота. И тут у меня, видите, как у меня в одном горшке несколько цветов. Готовый букет. И тут то же самое. Посмотрите, и здесь веточка. Нет, это вот, это отсюда войдет. Эти хорошо выросли, будет очень красиво цвести. В общем, все цветет. А вот посмотрите, какие у меня, вы видели, какие у меня перчики. И тут цветочки. У меня три разных вида перца. Но это черный, мне вообще балдеют для его красоты. А это такие маленькие. Видите, они цветут еще цветут. заметила, что у меня этот цветок как пошел, спустил ветку. видите? Где-то там цветок видела, но почему-то я его уже не вижу. Упал что ли? Цветок. Видите, зацветут. У анемчика вот таких полно. Как я у нее тоже там один заприметила взять и не забрала. забыла. А это трава. Ее надо выбросить, потому что в этом году плодов нет. Мамардика. Ну вот что у меня еще самое-самое такое. Этот у меня из портаса. Смотрю, вот тут новые начинаются. А эти не трогаю вообще. Очень жаль, такой красивый цветок был. Женское счастье. вот 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 такие у меня цветочки. А ну-ка. лето в разгаре. Бабье лето. Какие планы, не знаю. У меня очень много дел. Так хочется на улице, но ничего не получится, наверное. Завтра у нас мы уходим сашки. Поэтому сегодня я должна все свои дела завершить. Нарисовать надо еще два рисунка срочно до завтра. Пошла я завтракать, друзья мои. Никак не могу доесть свою еду. Вы знаете, какая сытная. Творог такой сытный. не хочу. А мужу приготовила вот такую пиццу. Вкусняшка с сучуком. Иду его кормить. Друзья мои, как вы думаете, чем я занимаюсь? Я решила заняться растяжкой. Помимо того, что я делаю йогу, я решила заняться растяжкой. А особенно у меня не так хорошо получала садиться в позу лотоса. Я смотрю, как у нашей Кати вот так все. Я вот так была раньше. Сейчас посмотрите, что я сделала за... Вот так подальше сяду, чтобы вы меня видели, чего я добилась за полчаса моей растяжки. Может, 40 минут. Мы сейчас только бесили с Ашкемом, он даже не может ничего сделать элементарного движения. Вот посмотрите. я считаю, вот, я уже научилась, как и что это делать, и можно уже вот так, в принципе, сидеть. Было у меня вообще вот так. Начинала я йогу именно с такой позы. сейчас вот так. Я уже знаю, куда надо положить ногу, чтобы вот так облокотиться. Да, да. Чтобы раскрыть свои тазобедренные суставы, нужно научиться, как это делать. Вот смотрите, что есть две ноги, и нужно вот так, как книжку в первом упражнении, раскрыть свои. Ну, я не знаю, у меня это пока не получается, потому что я хочу назад, надо как-то ягодицы, что ли, подвинуть. Ну, вот смысл в чем? Вот эти вот ступни мы раскрываем как книгу, и когда они раскрываются как книга, колени сами опускаются, но это, конечно, трудно. Я вот сидела сейчас 40 минут вязать, делала упражнения бабочки, сделала баланс, остановилась в свечку. Ой, сколько занималась. Ну, я считаю, что у меня уже хорошо получается в первый раз. Смотрите, вот так должны быть ступни. Ну, естественно, за один день я этого не добьюсь результата, но, друзья мои, и то хорошо. Вот, когда будет суставы раскрыты, тазобедрены, вообще будет моя мечта. И на шпагат так же легко могу сесть, потом будет. И вот, еще, смотрите, баланс вот такой. Одна нога сюда, покажу сейчас с вами, извиняюсь, если что-то не то, сюда, и ровно смотреть. Вот так, друзья мои, что делает йога. это трудно, я не знаю, что не облокачиваюсь. Вот такие вот у меня успехи. Мои хорошие. Ну, естественно, я и ложусь так. Вот, смотрите, что делает. Покажу вам сбоку. Я похвастаюсь своими успехами. Вот, ложусь. головой на колено. Надо полностью положить грудную клетку на коленки. И расслабиться. Не забывать дышать, конечно, и расслабиться. Я когда-то не могла и так согнуться. Трудности не пугают меня, а делают сильными. Поэтому, мои дорогие, я вас тоже призываю, занимайтесь. Вам это очень понравится однозначно. Во-первых, вы будете пластичными. И все так классно будет у вас. Позвоночник перестанет болеть. Сейчас, наверное, кто-то смотрит, и скажет, Светлана, а та вообще полетела. Но я хочу показать вам, друзья мои, чего я добилась. Каких результатов делая йогу. Кто-то из вас говорит, можно и бесплатно поучиться, но бесплатно и не будет такой эффект. Ваша психика и мозг на бесплатные никак не отреагируют. Ну, неделю позанимайтесь. Я уверена, что потом вы бросите. Завтра воскресенье какие-то есть планы, но пока об этом не буду говорить. Все увидите в следующем видео. Надеюсь, вам понравилось мое занятие, мои дорогие. Еще, знаете, что я хочу вам показать? Вот смотрите, вот, допустим, я лежу и я вам покажу, как я встаю без помощи рук. Смотрите, раньше я это не могла сделать. Раз, два, три, а также без помощи рук сажусь, встаю. Я раньше не могла это делать, друзья. Все, буду заканчивать и продолжать заниматься. Кстати, я нарисовала 10 рисунков по одному алгоритму прощения. Два рисунка подряд, и поэтому у меня столько энергии, я хочу заниматься упражнениями. И буду сейчас моя цель еще встать вот так вот на ноги, пока у меня не получается полностью на стопу. Вот смотрите, придерживать пока надо, но я хочу вот так вставлять. Представляете, следующая цель это раздвинуться. меня так и тянет перевернуться. Вот так я могу. Вот так. Но это не так. Нужно полностью так сесть, а я падаю. Ничего, Светлана этому научится. Пока-пока. Светлана субтитрова. Светлана